Добрый день! Тема сегодняшней лекции Карта личности и карта задачи Напомню, в прошлый раз мы указывали, что центральной нашей задачей является одна задача в двух вариантах Человек стоит перед выбором, несколько задач перед ним Или одна задача и несколько кандидатов В первом случае надо выбрать наилучшую задачу В этом случае надо выбрать наилучшего человека для данной задачи Это означает, что нам надо как-то описать задачу и как-то описать человека желательно формально У нас есть для этого необходимые элементы Как собрать их в единое целое Это можно сделать несколькими вариантами Сегодня мы покажем простейший вариант Который по умолчанию будет соответствовать терминам Карта личности и карта задачи Мы начнем с того, что некоторая исходная форма Одинакова для личности и для задачи И будем на этой форме указывать некоторые специфические свойства данной личности и данной задачи Первый вариант, который мы рассмотрим сегодня Самый простой, может быть не самый точный Но самый простой состоит в следующем Условное название больше-меньше Посмотрим давайте на карту личности Как она возможна Левое или правое полушарие По первой кодировке ухо, глаз, рука По второй тексты, картинки, схемы По третьей образы, смысл, сценарии Далее идут четыре раза загреба И восемь уровней Обратите внимание, что я под холерики Сан-Веник Написал не четные уровни Которые, как правило, им соответствуют А флегматику и меланхолику сопоставили четные уровни Здесь точная копия этой формы Теперь давайте зададимся вопросом Вот у нас есть данный конкретный человек Чего он больше проявляет? Больше и меньше? Ну, предположим, я возьму один определенный вариант И мы посмотрим, как можно сопоставить Карту личности и карту задач в этом конкретном случае Предположим, левое полушарие больше Вот я красный, буду обозначить то, чего больше всего в каждом ряду Ухо, глаз и рука Предположим, руки больше всего Тексты, картинки, схемы Предположим, схемы больше всего Образы, смыслы, сценарии Предположим, смыслы больше всего Предположим, холерик больше всего Ну и тут надо выбрать два Предположим, третий и седьмой. Первый вопрос. Второй вопрос. Есть самое большое, есть самое маленькое. Но поскольку тут есть три варианта, то спрашивается самое большое, среднее, не самое маленькое. Давайте посмотрим не самое маленькое и отметим его зеленым. Второе по силе, по частоте использования. Предположим, здесь все равно правое полушарие, не буду отмечать. Здесь ухо предположим, здесь тексты предположим, здесь образы предположим, меланхолик и шесть и восемь. Предположим, вот такая конкретная карта для конкретного человека. Ну, в этом случае я взял свои параметры, свои личные. Теперь давайте посмотрим, что здесь. Предположим, какая-то деятельность. Ну, например, поэзия. Ну, такой простой вариант. Что нужно обязательно, что может быть, а что может и не быть. Красным я включу то, что должно быть обязательно. Ухо должно быть обязательно. Обязательно. Глаз или рука. Ну, может быть, может и не быть. Тексты должны быть обязательно. Картинки, схемы могут быть, могут не быть. Образы обязательно, смыслы, сценарии. Ну, я полагаю, что миланхолик должен быть обязательно, иначе поэзия, она не чувствительна к чужим переживаниям. Левый или правый, может быть, может не быть. Какие уровни? Я полагаю, что восьмой уровень должен быть обязательно, чтобы поэзия отражала чувства не только свои, но и чувства других людей, и была интересна людям. Ну, предположим, третий уровень возьму как обязательный, потому что это требует совершенства. Слева обязательно, и справа обязательно, то это очень хорошо. Если у нас слева, вот я отмечу черным, того, чего нет, то, что не попало ни в красное, ни в зеленое. Если слева черное, а справа красное, то это очень плохо. Это значит, чего-то у нас очень много, а его точно нельзя. Если слева у нас черное-черное, это очень хороший случай, я отмечу его красным, как случай. Ну, и какой еще вариант? Два красных, два черных, черных-красных, и красное-черное. Вот красное-черное. Это плохой вариант. Если очень нужно и совсем нельзя, то это плохо. Если очень нужно и очень нужно, это очень хорошо. То же самое здесь. Давайте посмотрим, сколько таких ситуаций. Здесь нет, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Вот здесь есть третий уровень. Вот это один раз. Третий уровень. Красный-красный один раз. Теперь давайте посмотрим. Мы здесь ничего не отметили черным, поэтому варианты черный-красный и черный-черный вообще не встретятся. А вот черный-красный может встретиться. Красный-красный-красный-красный-красный. Нет, не встретилось. То есть у этой ситуации, в этом сочетании, один плюс, а эти три варианта не встречаются вообще. Ну, можно сравнивать с другими картами и получать другие варианты. Потом можно эти вектора между собой сравнивать и выбирать лучшие. В данном случае у нас получается, на сопоставлении двух этих карт, получается один плюс, а минусов ноль. Ноль. Ноль минусов. Вот такие пары чисел вполне описывают в данной модели соотношение конкретной карты личности и карты задачи. Как между собой сравнивать эти пары чисел? Ну, это вопрос математический. В любом случае, это модель, первое приближение к тому, что мы хотим описать, и как мы хотим сопоставить человека и задачу для решения наших ключевых ситуаций. Спасибо.